Возможно, когда-то, однако, старшеклассники. Возможно. Как-то мне повезло с моим окружением и с преподавателями, которые были. Это все-таки был какой-то индивидуальный подход. Пытались разобраться в ситуациях. И ответ, как сейчас, нормальный для взрослых, когда ребенок, что произошло? Да все хорошо, все нормально. Как в школе дела? Все нормально. Это для того, чтобы просто не лезьте ко мне. То есть не мешайте, я разберусь сам. Это не выход. Это не выход, с этим нужно бороться. Это нужно доносить родителям, это нужно доносить детям, что родители это в первую очередь соратники, друзья и так далее и тому подобное. Это в первую очередь ко мне с радостью. У меня не было такого, чтобы кого-то гнобили или моих одноклассников жестко гнобили. В любом случае были какие-то, кого всегда пытались поддеть. Но со временем в старших классах это как-то выровнялось на том этапе, что этот человек лучше в этих моментах, этот человек сильнее, этот человек умнее и так далее и тому подобное. У каждого есть свои преимущества. Если их развивать и не мешать, то мы все превращаемся в индивидуальность и в личность. В первую очередь в личность. Поэтому какого-то такого давления очень сильного я на себе не ощутил. Для начала берем ситуацию и разбираем ее. Если в первую очередь ты пытаешься это решить каким-то демократичным путем, то есть словесно. Ты обсудил, как-то попытался обойти какие-то острые углы, возможно, какие-то обидные слова как-то пропустить мимо, не акцентировать на них внимание, попытаться отстраниться от этой агрессии или от этого физического действия, если на тебя пытаются его произвести. Если уже выхода никакого нет, никакого ты стоишь в тупике, тебе нужно защитить себя или своих близких, то да, к сожалению, к большому сожалению, придется применять физическую силу и в здравых моментах для того, чтобы просто избежать каких-то более сильных последствий. Только для этого. Если у родителя возник такой вопрос, это уже хорошо. Значит, он об этом уже думает. Значит, у него уже возникло желание что-то сделать. Это уже хорошо, потому что большинство родителей на это пытаются. Ой, моего ребенка обидели, как-то максимально в грубой форме объяснить ребенку, который обижает, что вот ты не правь и так далее и тому подобное. Это не совсем тот метод, который будет работать. Во-первых, нужно спросить у ребенка, который обижает. Для чего он это делает? Конечная цель. Ты хочешь казаться лучше? Так, есть методы другие. Ну, ведь реально есть методы другие. Соревнования. Соревнования, да, пожалуйста. Вот, относительно ребенка, которого обижают. Как правило, это люди с такой тонкой душевной организацией, дети, которые немного думают больше о своем и что-то скрывают, не хотят делиться. Проговорить слух. Я знаю, что у тебя тоже есть проблемы. Я знаю, что ты тоже по многим причинам переживаешь, потому что взрослые думают о том, что у них только есть проблемы, у них есть работа, им нужно зарабатывать. И как-то абстрагируются, абстрагируются дети и максимально сильно. Вот. Они точно, дети точно так же переживают. Дети решают какие-то маленькие или большие вопросы самостоятельно. У них не все получается. Нужно разобраться изнутри и с человеком, которого болят, которого обижают, и с человеком, который это делает. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова